В эфире программа «Городские встречи» в студии Дина Исляева. Сегодня у нас в гостях Максим Ларин, режиссёр областного театра драмы. Здравствуйте. Здравствуйте. Максим Владимирович, сейчас вы работаете над спектаклем, который зрители увидят уже в следующем сезоне. Расскажите, почему вы выбрали пьесу Михаила Рощина «Валентина и Валентина»? Пьеса о любви – это всегда волнующая не только для зрителя, но и для постановочной команды. Работать над такой пьесой очень интересно. Это всегда море эмоций. Всегда мы копаемся не только в материале, но и в своей жизни, в своём опыте. Так же, как зритель приходит и что-то он находит из своей жизни в спектакле. И пьеса о любви – это такое непаханное поле для самокопания, для анализа своей жизни, когда какие-то мечты появляются, какие-то воспоминания в голове появляются. Вот эта пьеса была написана в советское время. Вот та эпоха, какой-то отпечаток внесла на неё или всё-таки нет? Конечно, внесла. Небольшой налёт советского строя там есть, но он минимальный. Удивительно современная пьеса, удивительно современным языком написана. Текст практически не меняем. Мы только переносим это в современность. Нет ни комсомола, ни коммунизма, ни партии, ничего такого нет. Есть дружба, есть любовь, есть взаимоотношения между родителями и детьми, есть любовь между взрослыми людьми, есть любовь, о которой помнят, скорбят и вспоминают с болью взрослые люди. Вот там любовь, она наполнена любовью, но налёта советского строя там вообще нет. Я не знаю, как тебе сказать. Целые сутки без тебя. Кажется, ещё немного бы не увидел, уже бы дышать не смог. Ты знаешь, я не думаю о тебе, только когда мы с тобой. А я засыпаю, просыпаюсь и каждую минуту, понимаешь? Ем, хожу, сижу на лекциях, а сама. Ты правда меня любишь? Да я просто, я не умею сказать. Ты уж научись, пожалуйста. Так хочется послушать. Я научусь. А знаешь, первая любовь всегда плохо кончается. Нет, первая любовь не кончается. Никогда. Аля. По этой пьесе поставлен фильм, наверняка многие зрители его увидели. Вот чем будете их удивлять? Я не смотрел этот фильм. Очень давно, наверное, видел его где-нибудь в детстве. Но я не помню. Не помню, как он снят, кто там играет, как представлена эта история. Так как написано, она урощена или трансформирована под кино. Не могу ничего сказать. Мы изучаем эту пьесу, изучаем то, что в ней говорится, о чём он говорит, о чём он хотел сказать за текстом. И придумываем свой спектакль, не отталкиваясь ни от чего, кроме как от пьесы. Поэтому ничего не могу сказать про этот фильм. А сложно было подобрать вот тот состав, который будет играть? Нет. У нас сейчас в театре очень хорошая молодая команда, которая тащит на себе репертуар театра. Помимо, конечно, возрастных актёров, молодёжи очень много. И они сильные, хорошие, с хорошим образованием, уже с хорошим опытом, которые несколько лет играют много ролей в нашем театре. Поэтому не составило никакого труда распределение сделать и репетировать сейчас с ними мне одно удовольствие. То есть вы пришли, вот ты Валентин, а ты Валентина, да? Нет, я не пришёл. И когда читал пьесу, у меня сразу в голове возникали те или иные актёры из нашей труппы, которые будут это играть. Главного режиссёра сейчас, насколько я знаю, в драмтеатре нет, а вы единственный штатный режиссёр. Как получается справляться со всеми обязанностями? Ну, у меня обязанности только штатного режиссёра. Обязанностей главного, конечно, нет. Я думаю, там больше организационной работы, нежели очередного. У очередного есть свои какие-то нюансы в сравнении, допустим, с приезжими, приглашёнными режиссёрами. Но обязанности главного режиссёра, я думаю, гораздо сложнее, обширнее. И для меня они знакомы. Поэтому я варюсь вот своей кашей штатного режиссёра, очередного. Мне это нравится. Я думаю, что это моё место. А вы как-то участвуете в подборе репертуара, допустим, в составлении списка тех спектаклей, которые будут идти в сезон? Это только то, что касается моих постановок. То есть я предлагаю какие-то пьесы для постановки. И руководство театра в лице директора Семёна Борисовича Гречко уже решает, какие пьесы взять, репертуар, какие нет. Это на сегодняшний день. Когда у нас был главный режиссёр, конечно, это всё коллегиально решалось. И с директором, и с главным режиссёром. Но очередной режиссёр на репертуар никак не влияет, кроме как для предложений со своей стороны. А в следующем сезоне две постановки будут ставить приглашённые режиссёры, в том числе из-за рубежа. Вот расскажите про эти спектакли. Это очень интересный, необычный опыт для нас, когда актёры наши, рязанские, режиссёр, не знающий русского языка. У нас есть проект «Сердца и ножи», когда был немецкий режиссёр, и актёры были и немецкие, и русские. Это был интересный опыт. А сейчас мы немножко это всё трансформировали, чтобы зритель приходил на наших актёров, слушал русскую речь, всё понимал, но при этом постановка иностранного режиссёра. Это другой взгляд на театр, это другой взгляд на актёрскую игру, на декорации, на освещение. Даже, сказал бы точнее, не русский взгляд, европейский взгляд. Я думаю, это будет очень интересно. Но это всё-таки какой-то опыт для вас новый. Для театра, конечно, колоссальный опыт. Колоссальный, интересный, колоссальный опыт. Гастрольный график в этом году плотный был? Плотный. У нас всегда плотный гастрольный график. Я его ощущаю по тому, как у меня появляются паузы в репетициях. Когда актёр уезжает на гастроли, у меня пауза в репетициях. Сам на гастроли я не езжу. Я же режиссёр. Ездят актёры, ездит администрация, цеха, естественно, костюмеры, гримеры, все, кто обслуживает спектакль. Очередной режиссёр не ездит. В этом году, буквально недавно, на гастроли возили вашу постановку «Чисто женская логика». Как принял её ивановский зритель? Положительно. Очень много хороших отзывов. Сложный спектакль. Пьеса детективная, но в то же время с элементами комедии. И в результате получился неоднозначный спектакль. Это и детектив, и в то же время такая комедия. Если первый акт у нас прям чистый детектив идёт, то второй акт упор больше на комедийную составляющую. Но, слава богу, принимает в других городах очень хорошо. И у нас тоже. Поэтому я рад, что спектакль живёт и нравится зрителю. Но таких спектаклей, наверное, всё-таки немного, да? Не только у нас вообще. У нас пока что один такой. У нас детектива больше нет в репертуаре. У нас есть комедии, есть серьёзные вещи какие-то. А вот детективов таких... Вообще детективов нет. Ну и вообще редкость, когда детектив с элементами комедии. Как материал. Это редкость. Это всё-таки отдохнуть или как-то подумать зрителю больше над этим? Я думаю, что любой детектив – это отдохнуть всё-таки. Расслабиться, погрузиться в сюжет, разгадывать головоломки. А если ещё и посмеяться, то это всё в совокупности. Но отдохнуть. У вас в Рязани уже более десяти постановок. И я читала, что часто вы отдаёте предпочтение именно советским пьесам. Почему? Ну, не то чтобы советским. Так получается. Мне нравится работать над русской драматургией, потому что я больше чувствую автора. В иностранной драматургии есть сложность перевода. Допустим, есть такие великие драматурги, как Шекспир, у которого колоссальное количество переводов. И ты можешь в них копаться, читать, их сравнивать, изучать, чтобы понять, к чему ты приходишь, потом спектакли. У основной массы зарубежной драматургии в основном переводчик один. И он, может быть, не всегда что-то чувствует, не всегда что-то понимает. Он может фразу построить так, как ему кажется, не передать её из оригинала. И ты, когда читаешь, у тебя тоже иногда расхождение в мысли драматурга, в каких-то там идеях, что он закладывает в ту или иную сцену, в чувствах. А когда я читаю русскую пьесу, я могу копаться и понимать её. её мне интереснее. Хотя зарубежной драматургии интересно, её ставить интересно. И этот опыт у меня тоже есть. И его тоже много достаточно. У нас сейчас с вами есть возможность пригласить зрителей на постановки, которые идут в мае, несмотря на то, что сезон почти заканчивается. Да, под конец этого сезона, когда у нас начались дожди, и перед тем, как зритель окунётся в лето, сезон отпусков, дач и отдыха, мы показываем три комедии. Сегодня у нас как раз «Чистая женская логика» на большой сцене в 19.00. А на следующей неделе две комедии, одна из них, которая выпускалась в марте этого года, это пьеса Сэма Бобрика «Выдать жене замуж» и известная всем комедия Рея Куни «Клинический случай». Люди ходят на неё неоднократно уже, и каждый раз отдыхают, веселятся. И вот мы решили порадовать под конец сезона. Я напомню, что в гостях программы «Городские встречи» был Максим Ларин, режиссёр областного театра драмы. Спасибо, что пришли. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова